Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Сегодня у нас на календаре 16 марта и киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка. Российская Федерация не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Продолжает вести наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Маринском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на указанных направлениях. Получая мощное сопротивление от подразделений сил обороны Украины, Российская Федерация продолжает применять тактику террора по отношению к мирному населению Украины. Не прекращает наносить удары и производить обстрелы населенных пунктов. За минувшие сутки противник нанес 3 ракетных удара, в том числе по объекту гражданской инфраструктуры города Харьков. Также враг нанес 29 авиационных ударов и совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высока остается вероятность дальнейших вражеских ударов по всей территории Украины. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Формирование наступательных группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений российских оккупационных войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершал обстрелы районов населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Кубинском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия. Идут локальные бои на участке от района Площанки до юга населенного пункта Дебровы. Враг продолжает терять личный состав и технику в селе Грениковка. Здесь ситуация более-менее стабилизирована, хотя противник продолжает пытаться вести наступательные действия. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Нашими защитниками отражены многочисленные атаки противника. Глобально за сутки ничего не изменилось. Ситуация в городе остается на грани критической. Места, где больше всего давят оккупанты, то же самое остаются те же. Это завод, с севера это завод и снизу, с юга это частный сектор. Также продолжает работать диверсионно-разведывательные группы, точнее пытаться продолжать работать в районе самолета. Идут бои в Хромовом. Ситуация пока не определенная. Там идет ожесточенный бой. На что будет к итогу боя, займет ли противник этот населенный пункт, или нам удастся его отстоять. Пока на данный момент сказать точно нельзя. Идут боевые столкновения. Противник пытается закрепиться в лесополосе на севере от города Бахмут. Но успеха не имеет. В самом городе ситуация настолько сложная, что сегодня отразить точную линию боевого соприкосновения практически невозможно. Некоторые перекрестки, некоторые улицы, некоторые кварталы переходят из рук в руки в течение нескольких часов. Так что линия, которую мы с вами видим на карте, я обычно всегда отсылаю к карте Deep State Maps. Она более-менее точная, более-менее согласованная с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Поэтому даже та линия, которая сегодня на этой карте показана, она показывает приблизительное положение линии боевого соприкосновения наших войск с оккупантами, с рашистами в Бахмуте. Далее, Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления. Здесь враг совершил безуспешные наступательные действия. У Невельского понес огромные потери и отошел на ранее занятые рубежи. То есть, там мы нанесли довольно существенный урон противнику. Продолжаются бои возле самой Авдеевки. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак зафиксировано в районе Марьинки. Там идут ожесточенные бои за центр города. 12 атак было сегодня зафиксировано в самой Марьинке. Все они отбиты нашими защитниками на данный момент. Вот такая вот ситуация. Запорожское направление. Здесь активизировались боевые действия. Наши возобновились боевые столкновения в районе Нестерянка-Новопокровки. И, судя по имеющимся в общем доступе данным, происходят столкновения с обеих сторон. Есть потери в технике. Как мы пытались атаковать, так и противник пытался атаковать. На данный момент ситуация стабильная в том плане, что линия фронта не изменилась. Не претерпела никаких изменений. Ну и остается у нас Херсонское направление. Противник ведет оборону на Херсонском направлении. Обстрелы по обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что находится недалеко от линии боевого соприкосновения. Тут практически столкновений нету. Только дистанционные бои. Работа, вылазки диверсионно-разведанных групп. Почему? Потому что линией разграничения служит река Днепр. За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши воины сбили вражеский самолет Су-25, 13 беспилотных летательных аппаратов разного типа. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления войсками российские, три района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также две радиолокационных станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции. Кроме того, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1040 российских оккупантов, уничтожили 12 танков, 11 боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем. Также враг потерял одну реактивную систему залпового огня и три средства ПВО и 17 автомобилей. Вот такой урожай собрали наши войска. Что касается ситуации в Черном море, она резко изменилась. После случая с беспилотником американским МК «Рипер», в Черном море началась нетипичная активность для последних месяцев российской эскадры. Вышло более 20 единиц плавсостава Черноморского флота. Среди этих единиц 5 носителей ракет «Калибр», общий зал которых может составить 38 ракет. Один из ракетоносителей подводная лодка, остальные все надводные корабли. Но это больше связывает не столько с подготовкой и нанесением ракетных ударов. Очень мало прошло времени с 9 марта. А мы знаем, что в Российской Федерации есть проблемы с подготовкой самих ракет к боевым пускам. Скорее всего, это связано с тем, что они пытаются выловить или поднять какие-то обломки вот этого американского беспилотника, которого они сбили позавчера. Глубина залегания где-то 1500-1800 метров. Он не упал в самое глубокое место. Он находится на такой глубине. Но на сегодняшний день на такую глубину могут спуститься только специальные глубоководные батискафы. У России есть такие. Я напомню, что есть такой лошарик, помните, да? Который, кстати, занимался диверсионной деятельностью в Балтийском море, был замечен. Потом на одном из этих кораблей, их же несколько, этих лошариков. На одном из них был пожар. И по некоторым данным, пока официально не подтвержденным Российской Федерацией, на нем в результате пожара погибло 14 старших офицеров Балтийского флота, Балтфлота или Военно-морских сил Российской Федерации. Вот так скажем. Поэтому перевести его с сухопутьем, с суходолом, это время. А, допустим, перегнать вместе с материнской подводной лодкой, которая их выпускает, это лодка типа Белгород, подлодка, которая там с теми же посейдонами может работать. На сегодняшний день не представляется возможным, потому что Босфор, Турция не пропустит подводную лодку с атомной энергетической установкой и с вероятными атомными энергетическими установками на борту ее субэлементов. Так что я сомневаюсь, что в России будут какие-то возможности с такой глубины поднять какие-то обломки. Хотя могут попробовать. Правда, зачем им это делать, трудно сказать, потому что в сети появляется реакция Соединенных Штатов, мы об этом поговорим чуть позже, о том, что, я же говорил, что ответка будет. Будет ответка и очень даже серьезная, и очень жесткая. Россия не один раз пожалеет о том, что они сбили, или, во всяком случае, ну, если сбили, сказать, с натяжкой, потому что не было стрельбы, но, во всяком случае, способствовали тому, чтобы он упал и разбился. На этом вот такие сегодня произошли военные новости, и теперь немножко рассмотрим военно-политических новостей. Их тоже немало на сегодняшний день. Война идет на всех поприщах, и в спорте, и в информпространстве, и на поле боя, и в воздухе, и на воде. Итак, из военно-политических событий надо отметить сегодня первое. Появился перехват разговоров, наша разведка дала перехват разговоров о том, что, точнее, извините, не наша разведка, а сообщество InformNapalm. Знаете, да, такое? Они опубликовали данные, доказательства, не данные, а доказательства того, что российских военных расстреливают за отказ идти в атаку. Доказательство того, что расисты используют практику так называемых заградительных отрядов, это перехват разговора военнослужащих Российской Федерации со своими родственниками. На записи слышно, как оккупант говорит, приказ сверху, кто не идет, кто не идет, расстрел на месте. Перед этим был перехват, когда говорили, что все, кто там начинает выпендриваться и отказываться участвовать в боевых действиях, всех кидает на передовую, на ноль и заставляет идти в атаку. Если он отказывается идти в атаку, слышали приказ, расстрел на месте. То есть они возвращаются во времена Мехлиса и Троцкого, когда они создавали рабочий крестьянскую Красную Армию. Мехлис говорит, история говорит о том, что Мехлис очень любил расстреливать красноармейцев перед строем, для того, чтобы повышать уровень воинской дисциплины. Лично расстреливал. Это было его любимое занятие. Вот к тому же и пришла российская армия на сегодняшний день. Далее, вот теперь немножко поговорим об ответе Соединенных Штатов. Сенатор обоих, точнее, извините, не об ответе, а о дальнейшем обсуждении вопросов передачи нам авиации, боевой авиации. Это очень важный вопрос, потому что на заседании Рамштайн, которое прошло в режиме онлайн, этот вопрос практически не поднимался. Хотя, по результатам, тоже об этом скажем чуть позже, по результатам, есть подвижки в передаче нам авиационной техники. Итак, сенатор обеих партий Соединенных Штатов требует от Пентагона отправки истребителей В-16 в Украину. Об этом сообщает издание «Политика». По их мнению, война сейчас находится на критическом этапе, а истребители – это значительная возможность, которая может изменить правила игры. Сенаторы обратились к Лойду Остину, министру обороны Соединенных Штатов, с просьбой до конца недели, то есть буквально за пару дней, предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16. То есть, практически, они задают министру обороны США вопрос, что надо, для того, чтобы вы отдали приказ и передали Украине с истребителей F-16. Так что, так что посмотрим, что ответит Лойд Остин и как быстро будут переданы эти истребители. Что касается Польши, то, что я упоминал, то Польша, польские представители, польские чиновники говорят о том, что они добились разрешения и первые самолеты МиГ-29 всего их будет 10, а первые несколько машин из польских МиГ-29 уже в ближайшую неделю будут переданы Украине и вступят в состав, будут зачислены в состав и примут участие в боевых действиях. Остальные там 8 самолетов будут передаваться в течение ближайших недель. Так что Польша все-таки добилась и мы 10 машин мы точно получаем. Есть информация о том, что я уже говорил вам в этом, мы сейчас ждем решения правительства Словакии и есть все предпосылки для того, чтобы что Словакия примет позитивное решение и еще 12 машин мы получим от Словакии. Итого будет практически 2 эскадрильи где-то порядка 22 там может быть 24 машин МИГ-29 которые модернизированы и адаптированы под натовское вооружение. Тогда сразу снимается вопрос на что цеплять ракеты западного образца типа Харм противорадиолокационные ракеты типа Шторм Шадо ракеты потом планирующие бомбы GB DLC Д Так что вот этот вопрос будет решен. В принципе как я и говорил как предполагалось что до начала контрнаступления у нас будет авиация либо альтернативная в виде МИГ-29 а может быть подойдут еще вместе с МИГами-29 подойдут еще и в 16 видите как сенаторы ставят жестко вопрос перед министром обороны Соединенных Штатов в плане передачи. Я больше чем уверен что министр обороны в Штатах так система построена что Лой Дости четко пропишет план что надо сделать для того чтобы Ф-16 попали в Украину кстати там среди пилотов отставных пилотов уже начался чуть ли не флешмоб что запишись в воздушные силы вооруженных сил Украины они готовы приехать заключить контракт и принимать участие в боевых действиях на своих родных Ф-16 это к вопросу о подготовке пилотов то есть они готовы сражаться в составе вооруженных сил Украины но посмотрим как будут развиваться события так что вопрос авиации решается ну а мы с вами уже вчера мы на скорую руку я сказал что есть решение точнее есть много позитивов согласно видеоконференции Рамштайн 10 сегодня уже можно подвести первые итоги и итоги Рамштайна выглядят примерно следующим образом первое Дания предоставляет Украине новый пакет военной помощи в 140 миллионов евро пакет включает оборудование специально запрашиваемое Украиной это боеприпасы для стрелкового оружия и пулеметов противотанковые мины и ракеты для ПВО Швеция передает Украине 10 леопардов танков Леопард 2 в общем 9 стран поставляет более 150 танков Леопард 2 Норвегия передает две системы ПВО на САМС члены НАТО предоставят Украине больше систем ПВО бронированной техники и боеприпасов об этом заявил Столтенберг но не под эгидой НАТО и не от имени НАТО это это очень существенное замечание так что как я люблю говорить для россиян для россиян особо москалим не дождетесь чтобы НАТО вступило в эту войну поэтому даже передача военно-технического имущества и вооружения будет осуществляться напрямую как страна стране а не как страна член НАТО или НАТО как альянс подготовка к нашему контрнаступлению идет полным ходом идет формирование частей подразделений идет получение техники идет освоение этой техники ну и как я уже говорил неоднократно ну наверное даже на каких-нибудь назовите мне самые дальние острова с аборигенами без цивилизации там наверное точно знают что в СУ вооруженные силы Украины где-то в конце апреля в начале мая пойдут в наступление в контрнаступление так вот весь мир обсуждает весь цивилизованный мир который поддерживает Украину обсуждает где когда и какими силами пойдет Украина в контрнаступление вот украинское руководство еще не определилось со стратегией будущего наступления однако есть два сценария пишет американское издание политика то есть весь мир волнует весь мир волнует где и когда мы пойдем наступление как и каким и каким способом по словам официальных чиновников Соединенных Штатов варианты такие то есть чиновники США рассматривают два варианта первое идти на юг через Херсон в Крым то есть морская то есть десантная операция с форсированием Днепра из Херсона и выход сразу на перекоп оттуда я так развиваю мысль идти на юг через Херсон в Крым оттуда два варианта первой точнее оттуда вариант разделения группировки на две части одна заходит в Крым а вторая группировка идет на Бердянск и Мариуполь отрезая и фактически окружая всю группировку российских войск находящуюся от Мелитополя и севернее туда до Василовки вот второй вариант который рассматривают американские чиновники это продвигаться с севера на восток и после этого на юг отрезав для вооруженных сил Российской Федерации сухопутный коридор это я так понимаю на Волноваху и на Мариуполь вот вот такое второе направление которое они предполагают США считают что вариант второй более реалистичен поскольку россияне укрепили оборону на восточном берегу Днепра а у вооруженных сил Украины нет ресурсов для проведения десантной операции против таких сил вот видите весь мир волнует вот этот вот этот вариант варианты проведения контрнаступления вооруженных сил Украины мне очень нравится что идет такое бурное обсуждение я представляю лихорадку лихорадочное движение в генеральном штабе Российской Федерации потому что сам работал в генеральном служил в генеральном штабе вооруженных сил Украины у них сейчас идет отработка всех вот этих вариантов все что печатают газеты они разрабатывают планы оборонительных операций по недопущению вот вариантов контрнаступления вооруженных сил Украины или сил обороны нашей страны ну что ж пусть поработают пусть потренируются пусть посчитают посмотрим насколько успешно они это сделают ну а предугадать реально какой вариант выберет генеральный штаб вооруженных сил Украины я думаю вряд ли кто-то из них вряд ли кто-то из них на сегодняшний день сможет поэтому пусть тренируются в расчетах планировании пока реальная реальная обстановка не заставит их реагировать на местности на те варианты которые действительно будет применять применять генеральный штаб вооруженных сил Украины на линии на линии фронта или на линии боевого соприкосновения ну и вот тут еще несколько новостей от института от американского института изучения войны они считают что наступление вооруженных сил Российской Федерации в Украине замедлилось силы Вагнера под Бахмутом под Бахмутом близки к кульминации то есть они уже вышли на плато и практически большего показать на сегодняшний день они не смогут по нескольким причинам начиная от того что по оценкам военных экспертов силы частной военной компании Вагнера были где-то в пределах 40-45 тысяч сегодня Вагнер насчитывает порядка 7 тысяч это данные данные разведок и аналитических агентств западных агентств которые так оценивают силы Вагнера поэтому считается что на сегодняшний день темпы атак снижаются имеют тенденцию к снижению допустим если раньше они там сегодня они проводят от 20 до 29 наземных атак ежедневно то ранее буквально еще несколько недель назад количество атак составляло 90-100 это имеется ввиду вы не равняйте сразу с цифрами которые я вам называл из сводки генерального штаба в оперативной обстановке потому что генеральный штаб считает атаки на всех направлениях где они атакуют а это имеется ввиду атаки посчитанные уже на тех участках фронта где непосредственно воевали бойцы подразделения вагнер вот плюс они растянули свои участки и на сегодняшний день активность фактически снизилась есть проблемы с успешным продвижением и где-то они отступают даже уже начались такие моменты наши возвращают себе позиции поэтому на сегодняшний день считается что наступление забуксовало Российской Федерации что бы там ни говорили со стороны России что они уверенно идут вперед что они начинают формировать верхнюю губу больших плещей вокруг там северской группировки войск от Кременной наступая на Лиман там практически их наступление вообще купировано вот так что далее скорее всего мы подошли к тому моменту когда ну еще может быть неделька дней десять и начнутся уже начинается спад активности российских войск и подразделений частной компании Вагнера но и далее это их уже не заменят регулярные части российских войск как это было в солидарии там они перехватили инициативу и продолжили в том же темпе потому что российские войска тоже несут колоссальные потери на этих линиях на этих оперативных направлениях это что касается это что касается ситуации это что касается ситуации на Бахмутском и Лиманском направлениях плюс усилий российских войск как частных военных компаний так и регулярных войск в плане в плане осуществления наступательной операции российскими войсками по захвату Донецкой и Луганской области в административных границах ну и как обещал на посошок вишенка на торте поговорим немножко о сбитом беспилотнике сейчас появляется все больше и больше видео есть видео со стороны Российской Федерации снятое Су-20 с Мига 27 которые атаковали американский беспилотник вот появились видео самого беспилотника как они атаковали как российские самолеты выливали топливо на на этот беспилотник то есть есть прямое доказательство того что Россия российские пилоты сделали все что можно было сделать для того чтобы сбить ну для того чтобы завалить этот беспилотник сбить нет потому что оружие не применялось это была чистейшей воды провокация вот и состоялся разговор по инициативе Лойда Остина американской стороны состоялся разговор между министрами обороны США и России но что самое интересное Шойгу обвинил Лойда Остина обвинил Соединенные Штаты что причина инцидента с дроном стало несоблюдение российских ограничений на полеты о каких ограничениях может идти речь если это нейтральные воды нейтральное небо никаких ограничений на полеты там в этом небе быть не может и на момент когда беспилотник США летал тоже никаких ограничений даже со стороны России не было ну тем не вот российский принцип понимаете сделать гадость и обвинить в этом всех других как Путин говорит нас вынудили у нас не осталось выбора поэтому мы начали войну захватническую войну против Украины и что хотите то с этим и делайте мы не виноваты виноваты вы ты виноват лишь в том что хочется мне кушать сказал и в темный лес ягненка поволок так еще писал классик в одной из своих басен волк и ягненок вот то же самое делает российская федерация ну я думаю что ситуация сейчас поменяется видите Соединенные Штаты во-первых создали уже комиссию которая будет разбираться в этом инциденте и будет вырабатывать предложение для Белого Дома как наказать Россию за эти за этот проступок уже одна из фондовых бирж отреагировала тем что убрала с торгов полностью сняла с торгов все акции российских компаний я не знаю как это в финансовом плане но думаю что это очень больно для тех компаний акции которых сняли с торгов тем более что это может вызвать отток инвесторов но это только цветочки я думаю что ягодки будут впереди и сейчас Соединенные Штаты придумают как как наказать Россию за такие да они могут улыбаться в Кремле и Путин говорят очень позитивно отреагировал на то что этот беспилотник в конечном итоге удалось завалить но я думаю что последствия для Российской Федерации будут крайне серьезные и крайне неутешительные вот такие военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в Украине и вокруг нашей страны я по традиции делаю паузу на этом первый раздел нашего видео мы с вами закончим вот и у тех кто не подписан есть возможность подписаться на мой канал поставить колокольчик напоминалку чтобы приходили уведомления о новых видео на канале поставить лайк этому видео если оно вам нравится тогда его смогут увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим а продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответом ответами на те вопросы которые вы задали к предыдущим видео и первый вопрос сегодняшнего дня будет звучать следующим образом при полете ракеты как ПВО ее определяет свой-чужой и если в это время отправлять свои ракеты что именно что имеем им в ответ смотрите ПВО не на ракетах систем ПВО точнее или крылатых ракетах и баллистических ракетах системы оповещения свой-чужой нет россияне пытались пытались поставить постановщик помех на свои ракеты на крылатые ракеты для комплексов Искандер даже были фотографии куда вставляется именно этот блок который должен был вводить в Оману систему ПВО наши системы ПВО имитируя там ложные цели крылатых ракет выпущенных с комплекса Искандер но они очень быстро закончились и подтверждений этого факта мы так и не получили документально где этот блок находился и не нашли мы ни одних обломков ракет с такими с такими блоками и с местами их расположения вот может быть какие-то эксперименты были а так ни на каких ракетах никакие блоки свой-чужой не устанавливаются места нет все экономят вес в пользу головной части в пользу взрывчатого вещества в голове ракеты если это конечно не ядерный боезаряд поэтому но ПВО отличает свои ракеты от чужих почему потому что ПВО знает во-первых радиолокационная станция системы ПВО сориентирована по сторонам света и оператор на экране радиолокационной станции четко видит направление и курс и высоту полета этих ракет куда они летят естественно ракеты которые летят со стороны России мы понимаем что это вражеские ракеты их надо сбивать ракеты которые летят со стороны Украины или наших войск в сторону противника оператор понимает что это наши ракеты их трогать не надо и соответственно он может их просто убирать экрана чтобы система не отвлекалась на эти ракеты не рассматривал не сопровождала их вот такой такая есть такая даже даже функция в системах пву кстати вот вопрос о том помните как наш боин сбили под тегераном так вот тогда говорили что якобы неправильно была сориентирована антенна и перепутали и оператор перепутал подумал что это не самолет взлетает из аэропорта а ракеты летят на этот самый на на аэропорт со стороны и со стороны по моему ирана и рака или ирана точнее у этого и рака со стороны и рака или сирии вот хотя прекрасно те же операторы прекрасно видели что цель удалялась от аэропорта и набирала высоту и скорость они снижалась в сторону аэропорта и приближалась к нему вот поэтому оператор все четко видит и четко понимает куда и какие ракеты летят соответственно он легко отличает где наши ракеты где вражеские но ракеты не отвечают на запросы у них нет системы оповещения свой чужой расскажите про подвод про подводный човен кронос який разрубила украинцы и закупила саудовская аравия для охороны морских трубопроводов можливо для нас было бы краще не москитный флот а москитный подводный флот с такими малогабаритными и подводными човнами запчастно дякую за вид поверь да действительно кронос из подводная лодка причем электрическая подводная лодка 1200 киловатт мощность у нее двигателя может брать на борт до 11 человек экипаж лодки может быть минимальный три человека может работать в беспилотном режиме максимальная глубина погружения два 250 метров вот по скорости точно точно не скажу но довольно высокоскоростная маневренная мало заметная для причем не только для радаров но и для эхолотов и для сонаров для морских радаров потому что состоит корпус лодки состоит композитный из композитов то есть не металлический может нести вооружение то есть может быть как ударная лодка нести торпеды и ракеты а может использоваться в качестве разведчика то есть быть оборудована разведывательной аппаратурой еще отмечу такую характеристику что на выставку по моему на в дубае проходила эта выставка где заинтересовала наша лодка это частная фирма но наша украинская и она заинтересовала просто покупателей саудовской аравии так вот в на выставку это лодка пришла своим ходом где-то они там делали остановки подзаряжали ее но в основном но она пришла туда своим ходом ее никто не перевозил она пришла именно по морю вот такой вот уникальный аппарат действительно создали вопрос наземного или подводного москитного флота я бы сейчас вообще снял вопрос о москитном флоте вообще надо надо полностью пересматривать концепцию эта война вносит кардинальные коррективы в ту ситуацию концепция москитного флота была принята до начала массированного вторжения российских войск в украину сегодня надо кардинально пересматривать и надо надо смотреть состояние флотов в стран черноморского бассейна надо смотреть на угрозы которые будут перед наши страной в черноморском бассейне и надо смотреть на концепцию или на курс международной политики который мы будем заявлять в будущем насколько он будет простираться может нам нужны будут корабли дальних для дальних походов как надводные так и подводные то есть на мой взгляд вопрос москитного флота на вот надводного подводного и и вообще вопрос военно-морского флота давайте отложим на послевоенный период нам придется с нуля писать концепцию системы безопасности страны и естественно с нуля писать программу программу развития вооруженных сил украины включая вот но особенности того же там тех же того же закона про национальный спротов и так далее и тому подобное поэтому сейчас я вообще не стал к комментировать там москитный флот не москитный флот но такие вот лодки как вот кронос то это шпи ну я вас я бы сказал так что это шедевры в плане в плане разведывательной диверсионной или ударных управляемых и не управляемых ударных дронов это просто просто шедевры потому что вот тут действительно аналогов в мире нет таких подводных практически подводных аппаратов мафт с такой малозаметностью с такой высокой маневренностью и с такими возможностями 11 человек на борту или беспилотный режим с кучей оружия на борту или разведывательной информации на борту которую не засекает ни один сонар ни один радар вот такая вот вот такой вот будет мой комментарий на по поводу этой подводной лодки витаю паналех с казахстану во всех сми говорят что у московитов снарядный голод но в то же время часто слышим что враг обстрелял из артиллерии то там то сям выпустил сотни снарядов и так и такое прочее как как такое понять очень просто понять дело в том что дело в том что количество обстрелов уменьшается понимаете голод голоду рознь мы что смотрим на общую статистику если допустим в июле августе месяце противник позволял себе огневой вал у него у российской артиллерии был основным видом поражения для наших войск и они могли выкладывать 60 70 тысяч снарядов в сутки на грунт то сегодня аппетиты россии уменьшили 4-5 раз они 10-15 тысяч снарядов используют течение суток на той же линии фронта на той же потому что линия фронта она не она немножко сместилась но по своей длине практически не изменилась но правый берег и часть харьковской области переместились а так как было больше 1000 км так она есть вот в этом и снарядный голод сегодня российская артиллерия на отдельных участках я не скажу что на всей линии фронта на отдельных участках имеет лимит на расход боеприпасов да и они еще у них есть то их еще много но такого изобилия как было ранее на сегодняшний день уже нет поэтому мы по сравнению допустим с летом мы можем смело говорить что начинается потихоньку начинается снарядный снарядный голод у российской артиллерии здравствуйте может ли президент байден случае если нижняя палата представителей будет блокировать следующий пакет военно военной помощи украине в частности так называемая мага взять деньги с арестованных активов мордора и отдать на военные расходы имеет ли такой вариант право на жизнь как план б я я чего просто спрашиваю не так давно появилась новость что ес подготовил план по передаче украине арестованных активов центробанка российской федерации там внушительная сумма 300 миллиардов евро 311 миллиардов долларов резервов российского центробанка а помимо этого 19 миллиардов евро активов находящиеся под санкциями российских бизнесменов и еще министерство финансов бельгии заблокировал российские активы из на общую сумму 58 миллиардов евро также оказалось заблокированном связанные с россией трамп трамп транзакции на 191 миллиард и это еще не посчитали активы которые находятся в банках сша это же отличный способ финансирования военной помощи от сша и американцы таким образом под подзаработают и мы получим все необходимые да я под да я понимаю что эти средства хотят сохранить для будущего плана маршала но в данный момент обеспечение армии в приоритете ну давайте начнем по порядку конгресс на сегодняшний день конгресс соединенных штатов уже не может повлиять на выдачу военно-технической помощи со стороны сша украине почему потому что проголосовали на финансовый год 45 миллиардов долларов выделено и как сказали представители белого дома они рассчитывают что этой суммы хватит до конца текущего года вот если президент байден обратиться в конгресс об дополнительных деньгах на финансирование войны на военно-техническую помощь украине тогда конгресс мы должен будет рассмотреть это обращение и проголосовать за него а сегодня 45 миллиардов которые уже выделены конгрессом и проголосованы расходуется исключительно по распоряжению президента соединенных штатов америки без каких-либо согласований без каких-либо разрешений так работает система что касается конфискации активов ну хочу тут вас сильно разочаровать сильно во первых из 300 заявленных миллиардов которые якобы нашли центробанка в европе их не смогли найти это ориентировать оценка ориентировочная оценка активов нашли там какую-то очень маленькую сумму чуть ли не одну десятую от 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 заявленной на наш на нее наложили а их заморозили их не арестовали это большая разница спросите у юристов они вам объяснят что значит замороженные активы что такое арестованные активы это две большие разницы как говорят у нас в одессе вот это это первое то есть сумма намного меньше в соединенных штатах активы российской федерации и али и российских олигархов или ассоциированные с российской федерации оценивается в 1 триллион долларов по разным оценкам аналитиков экономистов финансистов они даже его такое существует в штатах такое понятие как русский триллион вот эта сумма активов но соединенные штаты почему-то до сих пор не ни разу не не сказали о том что готовы этот русский тренил триллион хотя бы заморозить во что упирается вопрос вопрос уперся разногласия те активы которые под под санкционные и на которые есть решение суда там могут передаваться украине все в там где нет решения суда этот вопрос европа пытается разработать механизм но сейчас они уперлись в одну простую прописную истину дело в том что любой отъем денег без решения суда без основания а вот на основе только санкций там и заморозки активов является нарушением права частной собственности они боятся прецедента вот вот что останавливать европа поэтому это вопрос завис на сегодняшний день висит в воздухе что-то они там разрабатывают какой-то механизм пытается выработать поэтому но большин и очень много есть сторонников того что частная собственность является священной и трогать ее нельзя нельзя создавать прецедент по этому вопросу поэтому как это будет решено когда это будет решено о передаче денег этого но наверное на сегодняшний день сказать не может никто даже джо байден или там кто-нибудь или глава мвф допустим или глава центробанка европы никто не может этого сказать когда будет решено этот вопрос то же самое поэтому именно предусматривая такой вопрос я думаю что предусматривая такую ситуацию в белом доме позаботились о том чтобы на текущий 23 год сразу проголосовать всю сумму военно технической помощи и далее ее использовать ну а другие деньги видите нам выделяют помощи и большая семерка собирается и большая двадцатка собирается и рамштайн собирается и там решаются не только военные вопросы но и вопросы экономические вопросы финансовые вот а вот эти активы пока все одни разговоры никто не может решиться ни у кого не поднимается рука отнять частную собственность потому что все понимают что завтра придут отнимут у него ту же самую частную собственность в виде активов в виде денег в виде сбережений там недвижимости это так далее и тому подобное все что отнимают на сегодняшний день и передают фонды украины это все имеет основа юридическое основание в виде решения судов по различным вопросам там не уплаты налогов там ну разные статьи бывают уклонение от налогов там и так далее финансовые махинации там незаконное отмывание денег там и что-то еще поэтому в этом вопросе вот такая вот печалька объясните пожалуйста как противорадиолокационные ракеты харм запускаются по радарам если они видят самолет как определяет цели из какого расстояния можно безопасного запускать ракету спасибо за информацию мира вашей земле с уважением из вильнюса но это воздушный бой воздушный бой воздушно-наземный бой так правильно будет сказать системы пво и авиации до радиолокационная станция видит на 200 километров причем как наземная станция даже наземная больше может на 250 у патриота дано рлс видит на 250 километров бортовая рлс самолета может тоже видеть на 200 и более километров они друг друга видят а ракета харм летит на 150 километров и поэтому самолету надо что делать приходится заходить в зону поражения системы пво противника и пилот заходя он знает об этом заходя в зону поражения противника достигает дальности пуска ракеты противорадиолокационной ракеты засекает цель пускает ракету в это время могут пустить ракету по пилоту и у пилота есть два способа уйти от этой ракеты других никаких противоракетных там систем не существует но режим режим стелс мы не берем потому что на тех самолетах которые сегодня принимают участие в войне нету этого режима но я имею ввиду на старых советских образцах в российской федерации вообще режим стелс не надо мне сразу рассказывать про су-57 у него на саморезах обшивка крепится а режим стелс а технология стелс предусматривает чтобы не было стыков не то что головок саморезов не торчало на обшивке самолет а чтобы не было стыков листов между листами и специально покрывается краской и лаком для того чтобы обтекаемая форма была и не отражала электромагнитную любой стык любая щель любое любое какое-то выделение на поверхности самолета дает дает отражает точнее электромагнитные волны в этом и технология стелс заключается поэтому технологии стелс в сегодняшней войне нету мы не берем вот и у пилота остается два варианта спастись от ракеты по первое это совершить противоракетный маневр то есть фигуру высшего пилотажа которая приведет к разрушению ракеты в результате перегрузок когда ракета будет доворачивать за самолетом очень опасный маневр теоретически могут делать пилоты разные они его даже тренируют на тренировочных полетах ну в жизни насколько я понимаю по статистике очень маленький процент пилотов которым удается совершить противоракетный маневр чтобы уйти от самонаводящийся ракеты и вариант номер два который на сегодняшний день работает по статистике работает примерно 50 на 50 по успешности это выпустить тепловые ловушки которые отводят ракету в сторону и ракета промахивается мимо самолета смотрите самолет заходит на 50 километров углубляется в зону действия противника выпускает ракету харм совершает боевой разворот и на форсаже уходит из зоны поражения вот вам картина воздушного боя успел уйти молодец не успел получил в задницу ракету вот так вот они вот так сегодня сражаются в небе современные самолеты пятого там четвертого пятого поколения они используют режим стелс они используют ложные цели то есть отстрел ракет который имитирует сам самолет и таким образом опять же надо вовремя от отстрелить эту ракету или тепловую ловушку чтобы ракета которая идет на поражение она ее приняла за цель она попала в зону видимости головной головки самонаведения ракеты пво и перенацелила ее с самолета который она преследовала на тепловую ловушку или на вот эту вот ложную цель в виде ракеты фальш ракеты вот так вот производится вот так вот протекает воздушный бой на сегодняшний день между системами пво и и авиации в небе добрый день очень переживаю насчет атомной запорожской станции как вы думаете есть вероятность плохого исхода орков с этой станции я думаю что нет плохого конечно же не я не могу сказать что его не что такого такой вероятности не существует потому что ну человеческий фактор жизненный фактор это самый страшный фактор и самый непредсказуемый в мире чтобы все не плане как обычно говорят как поговорка гласит все мы хотели сделать к как лучше или как планировали но что-то пошло не так вот этот вариант я не исключаю он хотя бы один процент но он один случае стал он может присутствовать но в общем я не вижу я не думаю что это руководство и те военные которые находятся на самой станции они они готовы на такое получить такую дозу облучения чтобы светиться как этот самый лампочка в ночи как это допустим было на этой на чернобыльской станции когда они понарыли окопы в рыжем лесу и две недели сидели пока их не начало тошнить в этих окопах ставьте какая доза радиации если человека уже тошнит это уже все ты уже можно вешать календарь на стену и считать дни сколько осталось до гробовой доски вот поэтому нет еще плюс меня мне вселяет оптимизм поведение российских оккупационных войск на самой станции обратите внимание вот особенно последний ракетный удар до повредили лэп два дня россия дала возможность энергетикам восстановить электропитание станции внешние для внутренних нужды все до black out сработали генераторы то есть аварийная система на станции работает топлива на генераторах есть они двое суток отработали после чего наши энергетики на оккупированных территориях подключили запорожскую атомную станцию к нашей энергосистеме поэтому я думаю что процент вероятность существует но она на сегодняшний день плохого исхода но она на сегодняшний день минимальная что касается военных действий то я уже неоднократно объяснял и это не только мое мнение это у многих я слышал его что никто не будет штурмовать танками артиллерии никто не будет штурмовать территории атомной станции либо они оттуда уходят под угрозой попадания в окружение либо они попадают реально в окружение и тогда их просто вынуждают сдаться кстати сдаются они в плен очень даже хорошо особенно когда попадают в такие критические ситуации безвыходные понимая что понимая что им помощи ждать им неоткуда и и пробиться им некуда а еще если если перерезать канал связи вы старшим российским военным руководством то могли начинает проясняться у российского солдата очень очень быстро и он готов сдаться в плен понимая что с нашей стороны угрозы никакой не трехразовое питание как там горячий чай сухая одежда и наша радушия сдавайтесь доброго дня киев цикавить питание наприклад мы набираем 500 тысяч танков разных видов а у россии с начала войны уже ликвидировано понад три тысячи и они так и не смогли повнистю прорвать нашу оборону то каким чином мы с меньшей кількостью танков зможем прорвать их оборону и при цьому не опиниться на их месте я разумею что у нашему контрнаступи можливо будет концентрованный удар с поддержкой других способов но почему тогда расисты не пошли таким ударом например сразу кинути на одному напрямку тысячу танков хотя для поддержки такого танкового війська треба чины мало дей у зловоджении координации якщо я обоих я щось не розумею дякую слава украине слава нашим неперевершенным захисникам дело в том что у россии нет такой возможности собрать тысячу танков на одном оперативном направлении ударить ее не было изначально они распределили на шесть номера по-разному считать 99 было девять участков где они начинали вторжение на девяти направлениях ну можно так сказать я бы объединил их в шесть но гуляет цифра 9 направлений они распределили их равномерно как основную ударную силу и не не создавали сейчас россия не может стянуть коле танки на один одно направление сделать такой а единый бронированный прорыв нет на на броне такой возможности у россии уже нет если они начнут убирать танки с любого направления мы сразу же перейдем контрнаступление у нас сразу же появится преимущество на этом оперативном управлении все поезд ушел россия этого не смогла сделать изначально они не предполагали что мы будем сопротивляться сильно сопротивляться а сейчас у них нет такой такой возможности но а что насчет того что они три тысячи танков мы сожгли и они не прорвали нашу оборону а мы с пятистами собираемся прорвать их не оборону так в этом и отличие вооруженных сил в этом главное коренное отличие вооруженных сил украины и вооруженных сил российской федерации потому что мы войны мы отвоевываем свою нам будет достаточно 500 танков для того чтобы гонять их по по херсонским степям и по донецким степям и выгнать их на территорию российской федерации а вот им три тысячи не хватило для того чтобы взять киев за три дня в этом разница нашего нашей армии и их него вот этого мобилизованного войска а сегодня когда они снижают когда у них идет ухудшение качества они уже пересаживаться на 72 ки не рассказывал как они модернизировать т-62 вот кстати кстати наш институт изучения трофейного вооружения совместно с западными партнерами разобрали на молекулы разобрали т-90 танк т-90 прорыв который мы захватили первый танк был захвачен сентябре 22 года сразу же захвачен именно я говорю не подбит а захвачен его сразу же транспортировали в этот институт и там его разобрали на молекулы я вам скажу так что сегодня в шоке все в шоке американцы наши все в шоке нато в шоке оказывай оказывается в российская федерация не смогла придумать ничего нового они постарались выжать максимум из советских наработок максимум причем даже пичкая танк электроникой они не внушались тем что западную электронику они обзывали своим именем и говорили аналогов нет это наша разработка когда поразбирали пораспаяли все плата оказалось что это западная плата который используется в этом танке основу конструктива вид все советское ничего нового не придумали ничего вот поэтому вот это 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 просто и они сейчас а сейчас они возвращаются к истокам т-62 т-72 у них кадровая армия выбит выбиваются и на сегодняшний день мобилизованные воюют и процент кадровой армии каждый день все меньше и меньше они собрали там 100 тысяч сейчас там 300 тысяч к лету они собираются полмиллиона отмобили за сейчас вся россия там в ту утопают в повестках пишут спасибо огромное зрителям из российской федерации что вы пишете о реальной ситуации что там повестки к расклеивать чуть ли не на дверях подъезда пытается собрать его собрать войско а у нас солдат обучает на нато страны члены нато 50 стран партнера у нас в каждой стране европы есть учебный центр где учатся наши военнослужащие 10 тысяч постоянно проходят постоянно проходят обучение на территории великобритании они потом приезжают сюда и проходят боевое слаживание с нашими которые здесь готовятся солдатами идет обмен опытом после этого их отправляет на на фронт плюс мы пересаживаемся ст-72 ст-64 основной боевой танк вооруженных сил украины пересаживаемся на леопард 2 так что есть разница конечно же и и в артиллерии и во всем остальном в стрелковом вооружении противотанковых средствах сейчас вот самолетами разберемся еще будут у на западные самолеты или будут модернизированные советские но получше модернизирована чем российской федерации так что в этом разница существенная ну что ж на этом и и вторую вопросную часть тоже на сегодняшний день закончим и у нас с вами остается третья часть это комментарии приветствия пожелания которые вы прислали к предыдущим видео и первое первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий институт изучения войны соединенных штатов америки за февраль опубликовал следующие данные за февраль 2023 года армия российской федерации смогла захватить лишь четыре сотых процента территории украины это 230 квадратных километров знаете что такое 230 квадратных километров это два парка лосиный острова за месяц вот это возможности это на все на линии фронтов тысячу километров вот они захватили 230 квадратных километров за месяц вот таковы реальные успехи победы второй в кавычках армии мира а вы говорите что они прорвут оборону вы правы действительно россии захлебнула волна повесток причем вызывает и для уточнения данных и на военные сборы куда угодно но не на войну по ходу после сбора всех на фронт а я кстати даже больше скажу смотрите я вчера рассказывал подробно подробно рассказывал по поводу там мобилизации то что 400 тысяч контрактников и прочее теперь смотрите что какие планы у путина до до 10 до конца года 400 тысяч контрактников это люди которые должны подписать контракт в апреле 130 тысяч срочников и к маю месяцу путин приказал отмобилизовать 500 тысяч мобилизованных причем вот то что повестки раздают якобы для уточнения данных наша разведка говорит что методика будет следующая людей вызывают военкомат он приходит уточнять данные а дальше в военкомате с ним проводится разъяснительно воспитательная работа по подписанию контракта или его даже вплоть до запугивания если он не хочет подписывать контракт и вот тут же отправляет на сборы но под после сбора вы же понимаете сама отправка на сбор это фактическая отправка на фронт ему скажут у вас 6 месячные сборы вот 6 месяцев вы на эти сборы проходите в украине в составе контингента специальной военной операции как россияне называют войну против нас вот такая вот ситуация на сегодняшний день в россии добрый вечер вот по поводу гайна ответили белорусы огромное вам спасибо гаюн это из фольклорного жанра жанра это дух обитая оберегающий гай роща молодой лес в вашем языке тоже есть такое слово а югаю придунаю салавей щебечи так у нас не такая песня и дисно гай и мы называем лес а в целом владимирович нам здесь публично небезопасно писать поэтому мало комментариев от белорусов выбачайте кали ласка это уже белорусский язык кстати очень красивый очень мелодичный язык мне нравится я общаюсь белорусским оппозиционными средствами массовой информации и мы даже говоря они говорят на белорусском я говорю на украинском и мы друг друга прекрасно понимаем прекрасно россия требовала чтобы за энергоресурсы страны расплачивались рублями но индия отомстила за всех тут написано требую а индия не требовала индия просто тупо расплатилась рупи и россия сейчас в шоке не знает что делать с этими рупи рупи кстати у него довольно низкий курс национальный там за один доллар за эквивалент одного доллара дают там очень большое количество рупий индусов это не смущает они вот они такие я смотрю ребята они прихотливые ну вот ну тысячи там доллар стоит сколько-то рупи индия видите что индия сделала они перевели россии на счета рупи и все и их это не волнует так что действительно индия вместо требуемых рублей россия получила рупи а теперь где конвертировать рупи конечно же в индии потому что это не конвертируемая валюта индия не выставляла свою группе на экономную международную конвертацию а вот курс который захочет поставить индия ну индия нагреет ну индия такая страна они уже если если они давят они давят до конца если они требуют скидки то они будут выбивать максимально то есть я так понимаю что может закончиться тем что россия будет доплачивать индии за то чтобы те взяли ее нефть примерно примерно так может закончиться вот этот вот процесс с оплатой и российской нефти в индийской группе 7 месяцев 2 армия мира берет поселковый бахмут попутно неся астрономические потери на берлин они шагать собирались на лондон до кричали можем повторить помнится такое салют воинам света я думаю если так будет продолжаться то рашка скоро нефть будет отдавать за то что с ними здороваются слава героям жилые дома понятно что такое объекты гражданской инфраструктуры и чем они отличаются от объекта военной инфраструктуры объекты гражданской инфраструктуры это водонасосная станция это электрическая подстанция которая питает город или населенный пункт или в водонасосную станцию объект гражданской инфраструктуры это тепловой пункт где вырабатывается тепло для подачи в дома отопления синг систему отопления горячей воды и для использования для нагрева воды в качестве горячей это объект гражданской инфраструктуры троллейбусный парк или Автобусный парк, который, допустим, сгорел в Днепре в результате удара российской ракеты. И город остался без общественного транспорта. Вот это объекты гражданской инфраструктуры. Объекты военной инфраструктуры, это территории воинских частей, складов. Это, допустим, электрическая подстанция, которая питает какой-то очень важный, энергоемкий военный объект. Это, допустим, узлы связи. Вот это военные объекты. И тем они отличаются. Поэтому гражданский объект, это и есть гражданский объект. Этот завод в Бахмуте все местные называют Артемовский цвет мед. Последние годы его работы он занимался только цветным металлом, основным из которых медь и алюминий. Скажите, Олег, видел видео, наш ЗСУ очень точно уничтожал расшистов из французского нарезного 120-мм гранатомета. Он еще был на небольших колесах. Так надо, наверное, просить и заказывать таких как можно больше. И еще смотрел передачу про БТР-4 МВ-1. Буцефал, кстати, он называется. БТР-4 называется Буцефал наш. Очень хорошо плавающий БТР, который прошел хорошую модернизацию в Харькове перед войной, можно ли использовать для наступления на Крым в Херсонской области? А для отвлекающего маневра выше по течению Днепра можно использовать чешские надувные танки или Хаймерс. Сегодня узнал, что в Одессе и Одесской области было запрещено заселять переселенцев в дома отдыха, пансионаты, спортивные базы и детские лагеря. А их так много вдоль моря. Что за Влада в Одессе? Дякую с Одессы. Слава героям, слава вооруженным силам Украины. Да, это огромная проблема. Мы сейчас многие, и экспертное сообщество, и аналитики, многие настаивают на том, что надо просить у наших партнеров именно минометы и гранатометы. Потому что борьба с пехотой, если с бронеобъектами мы еще как-то боремся, то борьба с пехотой это огромная проблема. БТР-4Е, ну вот 4МВ-1 модификация или БТР-4Е, Буцефал, он сегодня воюет в составе вооруженных сил Украины. БТР-4Е в основном был в Национальной гвардии. Кстати, появилось шикарное видео, как наш БТР, во-первых, есть видео, как Буцефал громит российский танк в Мариуполе во время уличных боев. И сейчас появилось видео, как БТР-4Е выдерживает прямое попадание российского БТР-К. И после этого еще прекрасно маневрирует и дальше ведет боевые действия. Это говорит о том, что бронекапсула сохранила экипаж и сохранила живучесть машины в плане ее технического состояния. Так что да, он воюет. Ну, вопрос наступления, опять же, мне очень нравится, и я поддерживаю эту идею. Давайте миллион идей, пусть в России треснет лоб в плане того, что какой же вариант мы изберем. Вот пусть сыграют в лотерею. Я уверен, что они проиграют. Что касается расселения в прибрежных пансионатах и спортивных базах, я думаю, что в начальный период войны это было запрещено именно из соображений безопасности. Потому что угроза высадки российского десанта была огромнейшая. Пока мы не потопили кризис от Москвы, и пока мы не сожгли все нефтегазодобывающие платформы в акватории Черного моря, угроза высадки десанта была большущая. А людей поселить в пансионат, и потом на этот пансионат пойдут российские десантники, морская пехота, это была бы катастрофа. Во-первых, гибель людей гражданских, во-вторых, захват заложников. Кстати, вспомните попадание российской ракеты в первые месяцы войны в пансионат. В Одесской области, именно в пансионат, когда была куча жертв. Вот там какой-то детский дом был, был жилой дом, и было еще какое-то детское учреждение, в него тоже попали ракеты. Я думаю, именно из-за этих соображений и не расселяли людей вдоль побережья, постарались оттянуть, потому что Одесса могла в любой момент стать линией фронта. Только поэтому. Ну, на мой взгляд. По поводу поломанного рипера, ответ Соединенных Штатов не заставил себя долго ждать. Биржа NASDAQ исключит из листинга акции российской компании, в том числе Озон, Яндекс, Киви и Headhunter. Ну, я не знаю, что это за биржа, я не финансист, но, тем не менее, новость приятная. Я об этом говорил сегодня в военно-политических новостях. Приветствую. Так как вас смотрят белорусы, что касается вашего вопроса о гаюна-готе, лесном духе, дровосеке, то без его разрешения в лесу ничего не происходит. А если вы не спросите его разрешения, он делает с нарушителем разные неприятные вещи. Считается, что у него тоже много дочерей, гаюнак. Так вот, группа, созданная Матолкой, это, я так понимаю, белорус, который организовал эту группу, белорусский гаюн, которая следит за всем, что происходит в Беларуси, это обычные люди, и они присылают эту информацию в редакцию группы. Там они ее поштучно обрабатывают, анализируют и делают выводы о том, что происходит на самом деле. Вот такое вот, то есть гаюн это лесной дух, который хранит лес, или охраняет лес. По поводу беспилотника, уже сформирована комиссия из республиканцев и демократов 50 на 50, так что ничего там бесследно не останется. Я в этом не сомневаюсь. Я жду изощренный метод наказания России, который придумают американские сенаторы, конгрессмены, точнее, из состава этой комиссии. Поверьте, они придумают. Вы первый, кто говоря про Израиль, не назвал нас агрессор. Спасибо на этом. Начали понимать, что мы только защищаемся, как и вы, Израиль. Мы очень много аналогий видим в агрессивных действиях России против Украины, так же, как и ваших соседей против вас. Олег Владимирович, трошки гумору. Стосовно огляду для мобиків, когда они прибывали до Херсону, то ходили по рынку и спросили, а где тут можно купить форму. Мы удивились, какие же они обедранцы. Так что вы абсолютно правы, вдягать их нет в что. Да, кстати, там большие проблемы. Иран не успевает, к маю месяцу, 40 тысяч комплектов формы передать Российской Федерации. Так, во всяком случае, утверждает одна из разведок западных стран. Спасибо за обзор. Дай Аллах сил и возможностей бойцам сил обороны Бахмута и других горячих точек незалежной справиться с вражеским натиском. Отразить все его атаки и выдавить оккупантов. Аминь. Украинцы Данкы. А Алга Украина. Жениске. Вперед Украина, вперед к победе. Слава Украине, героям слава. Усе будет Украина. Перемога Украины и возвращение всех оккупированных территорий. Мы на это надеемся и уповаем. Во время Великой Отечественной войны Москву защищала Панфиловская дивизия, сформированная в Казахстане под Алма-Атой. Конкретно под командованием Бауржана Момышулы. Видимо всегда воевали не русские, а все другие национальности. То есть национальные меньшинства. Уважаемый Олег Жданов, не только та бригада, о которой вы говорили. Я ваш постоянный слушатель. Жду выхода в эфир. Жду вашу победу. Слава Украине. Казахстан. Айман. Но это имеется ввиду, что русские как национальность, меньше всех, наверное, принимали участие в Второй мировой войне. Если брать Украину, то четыре фронта было только украинские. Четыре. А какая была здесь тотальная мобилизация, особенно в 42-43 годах, когда освобождали территорию, загребали всех на фронт. И почему? Потому что в первые месяцы войны текал и так, что не успевали, не могли даже провести мобилизацию. Все очень логично и закономерно. Надеяться нужно только на себя. Поднять на уровень собственное производство всего вооружения и не зависеть ни от кого. На это, конечно, уйдет не один год. Но игра стоит свеч. С таким соседом, как у нас, надо вооружаться до зубов. Жаль, что мы поняли это поздно. Ну, я надеюсь, мы это воплотим, теперь будем воплощать жизнь. Здравствуйте, уважаемый Олег. По поводу Китая хочу сказать, что, скорее всего, не стоит ожидать от Китая того, что Си нас услышит и поймет. Потому как этот народ с авторитарным менталитетом и совсем другими внутренними ценностями. И хочу обратить внимание на то, что в Китае до сих пор существует смертная казнь. И людей им не жалко. Их очень много. Китайцы очень хитрые. И без выгоды для себя даже пальцем не дрогнут. А если и выйдут с нашим президентом на связь, то только для продвижения московских нарративов. Ну, для галочки себе, конечно. Так что на чудо, думаю, надеяться не стоит. К сожалению. Вы правы на 150%. Китай будет двигать московские нарративы и будет давить на нас, что давайте останавливайте войну и садитесь за стол переговоров. Там, где стоите, там и останавливайте. Это будет... Тут даже к гадалке можно не ходить. Это будет позиция Китая. Здоровья, сил и удачи вооруженным силам Украины. А что касаемо Китая, то он на своей стороне. А вот нам тоже надо было быть на своей стороне. А не играть в табуреточки. А то по результату всего этого бардака мы можем вообще без табуретки остаться. Ну что ж, постараемся не остаться без табуретки, чтобы наша попа сидела ровно и уверенно. Вот на этой позитивной ноте мы с вами закончим сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. видео этому видео, если оно вам понравилось, тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Огромная благодарность спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в Збройные силы Украины. Перемога за нами. Слава Украине.